Строительство северо-восточного участка большой кольцевой линии БКЛ Московского метрополитена будет частично завершено к концу следующего года. О ходе работ по возведению нового контура столичной подземки, а также ряда других значимых для города объектов журналистам рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснолин. Все работы на северо-восточном участке БКЛ идут по графику, отметил он. По его словам, строители планируют завершить возведение отрезка со станциями «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная» до конца 2019 года. Полностью северо-восточный участок БКЛ будет завершен в 2021 году. Одна из станций «Рубцовская» станет пересадочной со станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии подземки, а также одноименной платформой Казанского железнодорожного направления. Кроме строительства самой «Рубцовской» запланированный транспорт на пересадочный узел «ТПУ». Главной его фишкой станет мост через реку Яуза, который соединит станцию с планируемой застройкой. Как отметил Хуснолин, будет выполнено благоустройство окружающей территории, в том числе набережные, установлены малоархитектурные формы, разбит сквер, также строители модернизируют улично-дорожную сеть. Кроме того, появится многофункциональный центр для жителей района площадью около 50 тысяч квадратных метров, следующая после авиамоторной станции Большого кольца «Нижегородская». На ней можно будет пересесть на Кожуховскую линию, которая пройдет по юго-восточным районам столицы до Некрасовки, где уже в этом году появится одноименная станция. Все участки от Некрасовки до Нижегородской и от Нижегородской до авиамоторной мы планируем запустить к концу 2019 года. «Рабочих хватает порядка 5000 человек», — сказал Хуснолин. Еще одна станция Большого метрокольца «Нижняя Масловка», которая расположена на северном участке БКЛ между станциями «Петровский парк» и «Шереметьевская». По словам Хуснолина, технологически она уже полностью готова, при этом на станции находятся оборотные тупики первого участка Большой кольцевой линии от «Делового центра» до «Петровского парка». Поезда доходят до Нижней Масловки и делают оборот. «Сейчас мы готовим эту станцию непосредственно для пассажиров. Работы идут по графику, планируем запустить ее примерно в середине декабря этого года», — заявил глава столичного стройкомплекса. Как и на многих других станциях Большого метрокольца, на Нижней Масловке будет построен транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут перейти на другие линии и подземки, а также на расположенный в непосредственной близости Савеловский вокзал, который, к тому же, входит в состав первоочередных московских центральных диаметров МЦД, так называемое «надземное метро». Реализация проекта МЦД идет полным ходом, вместе с железнодорожниками занимается строительством ряда участков, отметил глава стройкомплекса Москвы. Активными темпами идет и строительство трех новых платформ на станции железной дороги Карачарова-Горьковского направления. «Мы планируем, что возведение этих объектов завершится до конца года, станция будет интегрирована в один вестибюль со станцией Нижегородская. Сначала мы запустим платформу Карачарова, а к концу 2019 года там появится полноценный транспортно-пересадочный узел, который будет включать и Московское центральное кольцо, и Кожуховскую линию подземки», рассказал Хуснолин. Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ, ранее называвшаяся третьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31 станцию, а общая ее длина составляет 67 километров. Новое кольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут в пути. «Большое кольцо замкнется в течение ближайших от 4 до 5 лет», рассказал руководитель столичного стройкомплекса и о ряде других значимых для города объектов. Пристальное внимание сейчас приковано к спортивной инфраструктуре. До чемпионата мира по футболу остается чуть больше месяца, подготовка к первенству вышла на финишную примумную. По словам Хуснолина, все капитальное строительство КЧМ-2018 в городе было завершено раньше намеченных сроков, сейчас активно занимается инфраструктурой. Около 100 тысяч квадратных метров спорткомплекса «Лужники» будет задействовано под временные сооружения. Этой склады для выгрузки инвентаря, шатрей, площадки для просмотра транспорта, завоза оборудования и другие объекты, пояснен. Кроме того, на территории спортивного комплекса продолжается возведение центра художественной гимнастики, дворца водных видов спорта. Полным ходом идет проектирование теннисного центра, в составе которого появится 7 уличных и 25 скрытых площадок, что сделает его крупнейшим теннисным центром в стране. Также практически завершена канатная дорога от Воробьевых гор до Лужников. «Все работы идут по графику, мы получим спортивный кластер мирового уровня», – подчеркнул руководитель городского стройкомплекса. Еще один объект, к которому приковано пристальное внимание – филармония в парке «Заряде». Хусмолин отметил, что работы там идут хорошими темпами, и их планируется закончить уже этим летом. Окончание чемпионата мира по футболу в середине июля, по его словам, для концертного зала уже изготовлен специальный орган. «В конце мая мы поедем во Францию принимать инструмент. Это один из крупнейших органов в мире, он требует особых условий по транспортировке, монтажу и настройке», – сказал глава Московского стройкомплекса. По его словам, инструмент будут настраивать в течение года после сдачи филармонии, при этом ход работ высоко оценил дирижер, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Продолжение следует...